Чтобы оказаться в 15 веке, вовсе не нужна машина времени. В минувшие выходные для такого путешествия сквозь время и эпохи достаточно было посетить военно-патриотический фестиваль Кречет. Исторические реконструкторы уже традиционно преобразили окрестности близ села Иневиш. Здесь воссоздали всю атмосферу средневекового поселения. Буквально каждый уголок пространства был занят диковинными по современным меркам занятиями. Взять хотя бы этот мастер-класс. Желающие могли попробовать пострелять. Лук, как здесь говорят, с детским натяжением 23 килограмма. Тем не менее, покориться с первого раза он не каждому. А вот стрелы самые настоящие, опасные. С этим наконечником это просто учебные. А вот эти, то есть это именно уже вот эти вот боевые с таким наконечником. И вот такие, граненые именно, они бронебойные. То есть ими можно пробить доспех. То есть если просто без доспеха, то есть человека можно просто запросто даже убить. Знакомили организаторы посетителей и с культурой того времени, в том числе гастрономической. Любой желающий мог не только попробовать необычные яства, но и научиться их готовить. Евгений показывает, как шинковать норвежский салат. Из лука, зелени, капусты и сельди. Заправляется блюдо сметаной. Рассказывает, главное требование к пище в прошлом, чтобы она была сытная. А уж польза по умолчанию. Все было натуральное, без консервантов и ГМО. На территории России это было мясо, рыба, овощи. Поэтому отличие было вот именно такое. Не использовались продукты, такие как картофель. Тогда его просто не знали. Помидоры. Ну и в принципе все. Остальное все использовалось как таковое. Единственное, что соль и перец стоили больших денег. И в основном пища была пресной. То есть достаточно зажиточные люди могли себе позволить вот такие специи. Евгения на фестиваль приехала впервые. С собой взяла обоих сыновей. Дмитрию и Даниилу недавно исполнился годик. Женщина рассказывает, учить историю своего государства никогда не рано. Очень важно знать свою историю. Тем более в настоящее время, когда все меньше доходит информации до нашего поколения. И благодаря подобным мероприятиям, соответственно, мы повышаем свой уровень развития и, соответственно, можем передавать информацию дальше в следующее поколение, чтобы сохранялась своя бытность. Какой же воин без снаряжения? Желающим предлагали примерить на себя аутентичные наряды 14-15 века, в которых бойцы участвовали в схватках. Этот доспех называется бахтерец. Он совмещает с собой пластины и кольчужные кольца. Благодаря этому совмещает все свойства. То есть его колющим ударом очень сложно пробить за счет пластин. И рубящие удары он тоже очень хорошо выдерживает, как кольчуга. Доспехи эти очень гибкие. Появились они в Иране и по праву считаются лучшими в своем роде. Весит такая кольчуга 10-12 килограммов. Но нагрузка правильно распределена. Вес почти неощутим. Он очень удобный. Тяжелее, по-моему, шлем. Голова в шлеме придавлена. А этот он не чувствуется на теле. То есть здорово. Вообще мне здесь очень нравится. Но биться в таком наряде три дня и три ночи, как принято говорить в сказках, невероятно даже богатырям. Разрушать мифы и рассказывать правду – такую цель преследуют организаторы. Ежегодно они отмечают рост интереса к фестивалю. Посетителей становится все больше. Потом в клубы приходят дети. Ну и не только дети. То есть растет количество участников клубов, нас, реконструкторов. Есть люди, которые обладают определенной специфической информацией, необходимой нам, но не имеющие с нами контакта. Мы наложим эти контакты. В дальнейшем это уходит на всю нашу страну, потому что движение всероссийское. Атмосфера былины, а факты самые настоящие. Наука, доказывают организаторы, может и должна быть интересной. И если по завершении фестиваля хоть несколько человек откроют книги и захотят узнать историю Руси, цель будет достигнута. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново